Всем привет! Продолжаем путешествие по моему маленькому городку Санкт-Петербургу. Хочу вам показать Большой проспект Васильевского острова, дом 6. Хочу еще сказать, что у нас в Петербурге есть еще один большой проспект, но он находится на Петроградской стороне, кто не знает. Сейчас я говорю о Большом проспекте Васильевского острова, дом 6. Его еще называют доходный дом Громова. Стиль эклектика. Дом ограничен с одной и другой стороны второй линии и улицы Репина. В конце 1790-1800 годах было построено каменное трехэтажное здание, а в 1859 году по проекту архитектора Георгия Ивановича Винтергальтера была произведена перестройка существовавшего здания, отстроен третий этаж со стороны второй линии. Затем построен корпус со стороны улицы Репина. Ну и после всего этой перестройки все три здания были объединены общим фасадом. Ну а теперь тоже жил в этом доме. На рубеже 1830-1840 годах здесь снимал квартиру поэт и переводчик Струговщиков, который окончил петербургский и внешнестинский благородный пансион, служил военным министерством. Публиковался в целом ряде известных изданий и журналов. Ему принадлежат переводы Фауста, различные другие произведения Гёта, переводы произведений Шиллера, ну и так далее. Так вот Струговщиков являлся в свое время одним из лучших переводчиков Гёта. Что еще по этому дому? В 1860-1861 году здесь жил известный, конечно, известный всех еще со школьной скамьи писатель Чернышевский. Да, и тот самый, конечно, по школе помним сны Веры Павловны, ну и так далее. А вот он жил по разным адресам в Санкт-Петербурге, на канале Грибоедова, на Вознесенском проспекте, на Большой Конюшиной. Владимир Ильич Ленин считал его культовой фигурой революционной борьбы. Чернышевский, как революционный идеолог и романист, упомянут высказывания Карла Маркса, Бебеля, Бутева и других исторических личностей. Вот, к примеру, Плеханов, теоретик революционной борьбы, отмечал, мое собственное умственное развитие совершилось под огромнейшим влиянием Чернышевского, разбор взглядов которого был целым событием моей литературной жизни. Вот здесь жил Николай Чернышевский. Обалдеть, конечно, сколько людей интересных. В 1912 году в первой линии переехал музей Толстого. Ну, работал до 1924 года, а затем он съехал отсюда, в Институт русской литературы. В 1910 году здесь открыл будучную Пекарь Савичев, где и жил со своей семьей. В 1941 году его 11-летняя дочь Таня написала знаменитый дневник, который стал известен всему миру. Она – это школьница, автор блокадного дневника. И на второй линии есть мемориальная доска, посвящена как раз Тане Савичевой. Знаменитый дневник, я сочетаю пару строк, но нельзя об этом забывать. Бабушка умерла 25 января, 3 часа дня, 1942 года. Лейка умер 17 марта в 5 часов утра, 1942 год. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи, 1942 года. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут, 1942 года. Савичевы умерли. Умерли все, только Таня осталась. Надо сказать, что эти записи сделала Таня Савичева, 11-летняя школьница. И, собственно говоря, в них история ее семьи, период ленинградской блокады. Грустная, как, конечно, ремарка, история. Ну, история есть история, где жила Таня Савичева. Ну, а историю, конечно, забывать нельзя. Да, историю забывать нельзя. У меня у самого мама была в блокаду вместе с своей мамой. Так что надо помнить. Хочу сказать, что когда я учился на Васильевском острове в 10-м классе, мы ходили в Дом радио и как раз записывали что-то из воспоминаний Тани Савичев. Потому что я учился здесь недалеко, на Схизовской линии. И говорили, что там тоже она училась, Таня Савичев. Ну, так ремарка. Что здесь еще было? Здесь был детский сад Васильевского района. Здесь жила Мархат Горбовская Валерия Антоновна. Ну, это вот все то, что я просто перечисляю, что он смог найти. Уроженка деревни на Залесенке Деснинского уезда. Полька беспартийная револьверщица завода имени Казицкого проживала здесь. Арестована 1 сентября 1937 года комиссия НКВД и прокуратура СССР 2 декабря 1937 года. Приговорена по статье 58.6, а это контрреволюционная деятельность, высшее мере наказания. Расстреляна 10 декабря 1937 года. Да, 1937 год, конечно, это были ужасные времена. Хочу сказать, что моего дедушку тоже в то время арестовали. Вот, он валит где-то деревья. А потом отпустили, сказали, что мы были не правы. 1937 год. Так, ну что здесь было? Итак, булочная, 6-е отделение 8-го хлебозавода, 50-е отделение 8-го хлебозавода. Либо булочный магазин. Ну, собственно говоря, и все. Нет, еще не все. Здесь еще жил архитектор Габер Цетель. А, я совсем забыл. Здесь жил морской деятель, контр-адмирал Эссен Николай Отович, командующим русским флотом Балтийского моря. Закончил морской кадетский корпус, механическое отделение Николаевской морской академии. Командир, славянка, крейсер 2-го ранга, навик, храбрый офицер. К примеру, в 1904 году, после внезапного нападения японского флота на Порт-Артур, Эссен вывел навик в море на разведку. Но, встретив японские корабли, русские моряки внезапно атаковали и выпустили торпеду по крейсеру Якума. Только лишь повреждение от снаряда вынудил навик возвратиться на базу. За этот бой Эссена наградили золотым оружием. Говорят, что факт награждения он прокомментировал так. Я выстрелил, попали в меня, но наградили снова меня. Настоящий офицер. Эскадренный броненосец Севастополь. Вот люди, да? Во время обороны Порт-Артура, кстати, Севастополь был затоплен в связи с сдачей крепости. Команда попала в японский плен. Эссен плен идти отказался. Дал подписку о неучастии в войне. И через США вернулся в Россию, где был назначен командиром 20-го флотского экипажа. Командир строившегося в Англии крейсера «Рюри», командующий отрядом минных крейсеров, человек, начальник Соединенных Отрядов Балтийского моря на правах начальника морских сил. Кто в теме, понимает, о чем я говорю. В 1910 году произведен чин вице-адмирала с утверждением в должности начальника действующего флота Балтийского моря, командующим морскими силами Балтийского моря. Так вот называл. 14 апреля 2013 года произведен чин адмирала. Награды «Золотая сабля» 1904 года, орден Святого Георгия 4 степени в 1905 году и отданным «Белого орла с мечами» 1914 года. Его именем назван фрегат «Адмирал Эссен». Николай Оттович фон Эссен умер в Ревеле. Похоронен на Новодейщем кладбище в Петрограде. Еще можно сказать, что фильм «Амазунд» адмирала Эссена исполнил Евгений Всегнеев. А помните такой фильм «Адмирал»? Его сыграл Андрей Толубеев. Ну вот, немножко об этом доме, немножко о людях, которые здесь жили. Вот такой вроде дом как дом. А копнешь, столько людей жило интересных. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Это был Большой проспект Васильевского острова, доходный дом Громова. Все, пока, всем привет, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok